Придумайте несколько решений для этого уравнения. Ну тут написано хотя бы две пары. Ну давайте мы придумаем побольше. Давайте хотя бы три придумаем. В общем так, как кто-то из вас придумал решение для этого уравнения, то есть придумал такую пару чисел x и y, что удвоенный куб числа x это четвертая степень числа y. Так, давайте нам об этом сразу расскажите. Прошу вас. 2x в кубе равняется y в четвертой. Не нужно решать, то есть не нужно искать формулу общую. Нужно придумать. Да, пожалуйста. А назовите просто. Молодец. Конечно, одно решение совершенно очевидно. x и y равны двойке. Давайте посмотрим почему. Потому что дважды 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 два, ну вот это вот у нас два в кубе, это есть дважды 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 два, это у нас называется два в четвертой. Очень хорошо. Одну пару вы нашли. Это может быть два ноль с ноль, если ноль и ноль и число ноль? Ноль не натуральное число. Поэтому, конечно, хорошая идея x и y взять нулём, но в данном случае это запрещено. 2 в дочери на 1, в дочери на 1. Плохо будет. Потому что если вы здесь возьмете в качестве числа x единицу, то здесь будет двойка, а двойка не является четвертой степенью правильного числа. А может быть, что и x и y это разные числа? Конечно, даже скорее всего. То есть у нас повезло, что можно было взять x и y равным двойке, но вовсе не обязательно никаких сравнений. Так, для того, чтобы понимать, вообще способны вы решить задачу или нет, мне важно знать вот что. Знаете ли вы правило, как умножать числа, кончающиеся на ноль? Вот представьте себе, если надо 500 умножить на 30, на сколько нулей это будет кончаться? 500 на 30? На 3 нуля. Что делают? Вот если одно число кончается на несколько нулей, а другое кончается тоже на нули. Что делать с этими нулями? Что? То есть выписываются и те, и те, да? Все. Если вы это правильно знаете, то вы, безусловно, задачу решите. То есть подсказка. Можно, чтобы число кончалось на ноль. Ваша проблема в том, что вы не понимаете, что когда написана какая-то буква, то она везде должна заменяться одним и тем же числом. Для этого и придуманы буквы. Что если где-то написана буква Х, то уже все, уже навсегда, уже навсегда это одно и то же число. Понял? Да, хорошо. Так, четвертки в количестве трех штук. А здесь что? А здесь 32, в количестве четырех штук. Но это явно не получится, потому что очень жмое. Следующий. Вам сейчас мешает то, что вы пытаетесь ограничиться маленькими произведениями. Вы привыкли считать до десяти, считать до двадцати? Нет. Сейчас разговор идет о том, что результат может получиться большим. Результат может получиться большим. Подсказка была такая. Число может оканчиваться на ноль. И число Х, и число И. Дело в том, что умножать числа, которые кончаются на ноль, очень легко. И я советую этим воспользоваться. У нас уже есть вот одно решение Х, И, Равны двойке. Да. У меня вопрос. А вот на х на 2, он нужно на х умножить на х? Да. А это... А из этого? Повторяю подсказку. Число может оканчиваться на ноль. А может и на несколько нулей. Просто подумайте, подберите, сколько написать нулей, чтобы все было хорошо. Да? А обязательно должно быть умножение четвертого числа. Обязательно ли у нас четыре буквы у? Нет. Задача написана, что у в четвертой степени. Значит, у на у на у, и еще раз на у. Конечно. пев. Пien. Пьят, два у usn6 у usn6 у usn6 у usn6 а второе и у нас моч on sì у нас ми ajudar является dock 2 а здесь 6 это очень странно потому что здесь стоит нечетное число а здесь стоит что черное а нечетное число не может равняться чертам поэтому к сожалению предложение ваш не верно вы никак не можете поверить что есть большие числа предлагаю тебе x это двойка с каким-то количеством нулей y это тоже двойка с каким-то количеством нулей надо просто понять сколько там этих самых нулей сколько надо написать нулей после двойки в числе x и и самая замечательная вещь с обратной стороны тетради пишет дорогие мои вы пришли на занятие по математике а вы привыкли что в школе у вас нет мыслей вы оформляете решение да так уже идите и оформляете сюда вы пришли решать задачи поэтому то что сейчас происходит должно быть у вас где-то следливо в черновике на обратной странице а это и есть содержание работы знаете не зазубривание какой-то информации нам сказали что 5 плюс 5 равно десяти давайте это запомним давайте запомним что на 3 клетки отступить справа 4 клетки отступить слева нет ровно то что сейчас происходит это и есть решение это должно быть не в черновике это и есть содержание день работы знаете я работал в одной школе там была учительница которая была абсолютно убеждена что в математике решение любой задачи абсолютно очевидно и заранее известно и главное только то как это оформить как это написать но слава богу в какой-то момент все таки и выгнали с работы но она много лет проработала и действительно была уверена что ответ на задачи очевидны всегда а важно только какие слова вокруг этого должно быть написано на самом деле все совсем наоборот нужно догадаться сколько нулей написать после двойки числе и причем количество нулей не обязательно совпадать вместо икса подставить сколько 20 давайте посмотрим 2 умножить на 20 20 20 20 а вместо икс 200 хорошо 200 умножить на 200 на 200 и на 200 давайте посмотрим сколько нулей здесь 3 сколько здесь здесь 8 3 равно 8 нет ни равно поэтому предложенный вами способ не годится да 2 умножить на 0 умножить на 0 ноль ненатуральное число нельзя в качестве x и y известно нельзя заменять разными числа если форму есть буква для табэтом смысл использованию буквы буква означает везде какое-то одно и то же число нельзя в одном месте написать одно число а в другом месте другое а игорь это сколько у это 200 отлично проверяем ваше решение проверяем ваше решение двойка умноженная на двойку с четырьмя нулями с еще четырьмя так и еще с четырьмя кстати сколько здесь всего нулей три раза по четыре нуля 12 так вы думаете что это равно 200 умножить на 200 на 200 и еще раз на 200 здесь то ли восемь двенадцать не равно 8 следующее быстрее подробно х игорь чему равны пишите сюда нужное количество нулей ну давайте я умею вас писать нолики поэтому перепишу х это 20000 а у 2000 давайте проверим 2 умножить на 20000 значит отсюда четыре нуля еще раз на 20000 еще четыре нуля и еще раз на 20000 получается знаете сколько получается 2х2 это 16 после чего написано 12 нулей давайте я коротко напишу так 10 в двенадцатой степени так пишут имеется ввиду 12 нулей да то есть можно было подробно написать так 1 60000 и так 12 всего 0 так теперь про егенки что такое егенки четвертый это 2000 умножить на 2000 и так всего 4 числа да действительно 4 раза по 3 нуля это уже самое число 16 умножить на 12 степени 총 2200 умножить на 20000 умножить на 20 вижу это есть так и есть нет 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 ними нет сколько нулей писать вот здесь поняли что можно написать 4 нуля А сколько еще можно написать? Можно в каждой раз, а добавить по нулю, по два. Не знаю. Сколько? Вот когда здесь берешь 4 нуля, а здесь 3, то смотрите, как получается. 4 плюс 4 плюс 4, это то же самое, что 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. А еще бывает такая ситуация, когда миг. Так, сколько здесь 0 и 5, да? Так, давайте проверять. Если в обоих случаях по 5 нулей, то ничего хорошего не будет. Потому что 3 раза по 5 нулей, это 15 нулей. А 4 раза по 5 нулей, это 20 нулей. Поэтому, к сожалению, Аня, здесь 4 нуля. 4 раза по 4 нуля, это 16. 15 и 16 разные числа. Да? Да. Да. Сколько нулей? Сколько штук? Сколько штук? 8. 8 нулей в числе x, а в числе y? y и так пишите, с хвостик. И так пишите, 4. Да. Итак, y раньше. 2 с 6 нулей. Пишите. 6 нулей. Отлично, спасибо. Это коротко записывается так. 2 умножить на 10 в 8. А это записывается так. 2 умножить на 10 в 4. Смотрите, в чем идея. Когда берешь... 6, 6, 6, спасибо. Когда берешь 3 раза по 8, то получаешь 24. То же самое, когда берешь 4 раза по 6, тоже получаешь 24. Ну что? На самом деле, x и не обязаны были оканчиваться на 1. Значит, совершенно не обязаны. Давайте я расскажу вам, как можно было получить без дублей. Не такие большие сейчас получатся решения. То есть, делается это так. Смотрите. Очевидно, что y число четное. Объясняю почему. Здесь стоит двойка, а двойку, на что не умножай, обязательно будет четное число. Так что четное число, все понимают? Это, который кончается на 0, на 2, на 4, на 6 или на 8, да? Так вот, это чтение четное число. Как записывается любое четное число? Это очень просто. 2 умножить на какое-то целое. Пишу. 2 умножить на x, на x, на x. Это 2z умножить на 2z, на 2z и еще раз на 2z. Естественно, двойку сокращаю. Давайте я перепишу это так. x умножить на x умножить на x, это дважды, 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 а здесь перепишу z. Это, по крайней мере, понятно. О, мысль. Видите двойки? Видите, здесь двойки. x должно быть числом четным. Отлично. Пишу. 2d, 2d, 2d. Это есть дважды, дважды, дважды. z, 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 z. Так, двойки сокращаю. И получаю такое уравнение. А теперь вопрос. Можете ли вы придумать какую-нибудь пару чисел t и z? Вообще, коротко уравнение, которое у меня здесь получилось, записывают так. t в кубе равняется z в четвертую. Вот, повторяю. Можете ли вы придумать какую-нибудь не очень большую пару, которая удовлетворяет этому равенству? То есть, смотрите. Ситуация, когда t равно z, равняется z, у нас с вами, конечно, уже была, и об этом не стоит больше и разговаривать. Потому что это соответствует тому, что x равняется двойке, y равняется двойке, а это у нас было, да? Вот, то есть, написать так и написать так, это, на самом деле, одно и то же. Ситуация, когда t равняется, так, я уже забыл, чему равняется t. t равняется десяти тысяч. t – это десять тысяч, z – это тысяча. Это у нас тоже было, вот эта пара, x – это двадцать тысяч, y – это две тысячи. И еще у нас была ситуация, когда числа z и t, так, давайте я уменьшу, и рядышком я напишу, значит, так, x – это два z, нет, x – это два t, y – это два z. Так вот, у нас еще была такая ситуация, что x – это, не x, 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 меня сейчас интересует t. t – это единица с восемью нулями, а z – это единица с шестью нулями. То есть, z – это миллион, а t – это сто миллионов. Вот эта пара соответствует вот этому, что x – это двести миллионов, а y – это два миллиона. Отлично. Тут вопрос поменьше, не бывает ли я? Чтобы третья степень натурального числа равнялась бы четвертой степени другого натурального числа. Да, пожалуйста. Четыре – это три. Нет, мне назовите числа z и t. t – это четыре, а z – это три. Очень плохо. Потому что вы не понимаете разницу между умножить на три и возвести в третью степень. Казалось бы, я здесь писал понятно. Вот это неприятная психологическая вещь. Многие из вас не понимают, что в математике слова имеют смысл. Понимаете, вот вам кажется, что ну написал там поменьше по размеру и повыше, ну какая разница, все равно же это имеется в виду умножить. И правда. Это не имеет в виду умножить. Это считается t в кубе. И обозначает это произведение t на t и еще раз на t. Да, пожалуйста. Павел, t равно 1 и z равно 1. Это у нас уже было. t и z равны 1 уже были. Да, пожалуйста. t, 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 t еще раз на t что? 1000 или 100 не годятся. Потому что 1000, ребят, 1000, 3 на 3 нуля кончается. Когда возбудишь степень, количество нулей умножается на 3. Получится на 9 нулей кончается. А здесь 100, 2 нулика умножится на 4, на 8 нулей. 9 и 8 это разное количество нулей. Вы никак не можете догадаться до простой идеи. Я вот долго жду, когда вы догадаетесь, и еще никто не сообразил. Как найти такие два числа, что одно в третьей степени равно другому в четвертой? У нас написано на доске три примера. Но нужно не с нулями. Да? t равняется 8, а затем на 6. Смотри. 8. Опять все время подходит. Вы думаете, что это значит умножить на 3? 8 в третьей степени, это не 24. Как подобрать числа, чтобы результаты были одинаковые? Чтобы куб одного числа равнялся четвертой степени другого? Да. Так, первое, вот, х равняется 9, а у равняется 3. 9. 9, это 3 умножить на 3, правильно? Когда в третью степень разведешь, это будет так, 3 на 3, 3 на 3 и 3 на 3. Всего будет 6 в троих, это будет 3 в шестой степени. А здесь у вас будет 3 в четвертой. Да? t равняется 10 тысячам, а... Мы же уже с нулями обсудили, что не надо. Кончающиеся не на нули. 10 тысяч, конечно, было уже. 10 тысяч, тысяча, этот пример уже был. Как придумать конструкцию? Когда три раза пишешь число, перемножаешь, это то же самое, что когда четыре раза написал другое число и перемножил. Неужели нельзя придумать? Заметьте, я не требую найти все варианты. Я прошу конструкцию. Лишь бы на ноль не кончалось. t равно 12, z пишет 2, z равно 11. Когда мы будем перемножать 11 на 11, на 11 и на 11, получится нечетное число. Когда мы будем перемножать 12 на 12, получится число черное. Поэтому, конечно же, ответ не такой. Нет, 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 нет. Пистоли. Мы договорились без нулей. Мы договорились без нулей. Придумать конструкцию. Когда выписанное три раза число, и чтобы там знать умножение стояло, дает то же самое, что другое число, выписанное четыре раза. Подсказка. Перемножать не надо будет. То, что результаты будут одинаковые, должно быть очевидно. Сейчас, сейчас. Т равно 1, z равно 1, z равно 1, у нас уже было. Да, было. С самого начала. Вот оно здесь, вот есть. Хорошо. Двенадцать, когда будешь перемножать, а лучше четное ответить. Согласен? Четное число не может равняться нечетным. Я не ожидал, что я тут по такой степени загадываю. Да? Да. Нужно придумать конструкцию. Т пишите на так. Посмотрите, пожалуйста, на досу. Научите писать букву 5. Т равно 8. То есть у вас будет 8 умножить на 8 и умножить на 8. Вы думаете, что это 6 умножить на 6, умножить на 6, умножить на 6. Ни в коем случае. По той простой причине, что вот это на 3 делится, а это на 3 не делится. Поэтому такое равенство, я могу даже не перемножать, такое равенство невозможно. Одна часть делится на 3, а другая не делится. Хорошо. Вообще, вы должны понимать, что любое число разлагается на простые множители. И эти простые множители не могут просто так исчезать. Потому что вообще не знаю, на что заметить хватит. Это вот такая степень наивности, такая степень непонимания. Ребята, если у нас число Т равно 11, то у нас будет 11, 11 и 11. А в другой части у вас 13. Это разные простые числа. Никаким образом, сколько ты не перемножай 11, на 13 делиться это никогда не будет. Я же говорю вам, так же, как здесь вы можете посчитать, я просто конечно, нулей посчитаю. Конечно, нулей посмотреть. Так же и сейчас я хочу, чтобы вы вот это уравнение Т в кубе равняется З в четвертой. Решили вы, ну что называется, просто так вот написали, что и так, Т в кубе равно З в четвертой. Да. Т в кубе равняется З в четвертой. Говорите быстрее. Т равно 16. Т равно 16, а З чему равна? З. А З равно 12. Заметьте, человек себе видно занятия. Я долго, упорно, ребят, это очень важно, потому что я сейчас говорю, очень важно. Я долго объясняю, что там умножение, но абсолютно примут, что все говорят, все, что говорят, все остальное им надо. Он, у него стоит защитный барьер, могучий щит, который от него всю информацию безусловно отбрасывает. То есть, здесь будет 48 в левой части и 48 в правой. Да? Да? Молодой человек еще раз повторяет. Дайдите, пожалуйста, сюда. Самое интересное, что даже после этого он все равно будет думать, что Т в кубе это Т в нуждом времени. Его не убедить. Тем не менее, на Т в кубе это Т умножить на Т и умножить на Т. Это не то же самое, что Т плюс. Знак умножения отличается от знака сложения. Очень мощная защита. Очень мощная это у вас защита уже тем, что вы ходите в школу, вы такую броню на себя нарастили, что научить вас чему-то почти невозможно. Можно ли вы слышите, привыкли не слышать расчетных вопросов? Так, 16. А Z чему равно? Молодец. Шейф. Наконец-то я это получил. Значит, рассказывай, что такое 16. Это дважды, 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 дважды. Что такое гусеник? Это дважды, дважды, дважды. Господа, пожалуйста, запишите себе простую вещь, что такое Т в кубе и что такое Z в четвертом. это 2,2,2,2,2,2. Умножить на 2,2,2,2 И еще раз умножить на 2,2,2,2. Что такое Z в четвертом? Это три двойки умножить на еще раз произведение еще раз и еще раз в любом случае двоек сколько штук 12 конечно 12 потому что здесь три раза по 3 в обоих случаях у нас получается 2 12 степени между прочим вовсе не обязательно можно было сделать так это трижды 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 3 а z соответственно трижды трижды 3 почему потому что здесь везде двойку заменишь на тройку везде 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 то получится не два двенадцати а три двенадцати а хочешь четверку здесь пиши в общем общий ответ общий ответ на это некоторое число любое направлено число а в четвертой степени а з это тоже самое число возведенное третью степень на самом деле можно доказать что других вариантов нет давайте отключу окончательно ответ нашей задачи x у нас 2t то есть два а в четвертой степени а у это 2z то есть два а оказывается вместо а можно подставить любое натуральное число и получите получите нибудь если вместо подставляешь единицу то получится то что мы начали если вместо подставляю число 10 то получится вот этот вариант где у нас было 20000 и 2000 ну и так далее и и Продолжение следует...